Дорогие наши подписчики, дорогие наши участники, мы начинаем уже по счету третий выпуск викторины, где сегодня в равной схватке сойдутся Всеволод Богомолов, для него это дебют в этой рубрике «Футболист Динамо» 2005 года рождения, ну и действующий чемпион, действующий победитель, победитель второго выпуска викторины Евгений Фигуров, который одолел также действующего на тот момент чемпиона Олега Донского из «Динамо» 2004. Но я думаю, что вот по такому принципу мы будем продолжать наше шоу, один участник соревнуется с другим, дальше или победитель, или тот, кого я выберу, будет в следующем же выпуске уже против другого участника. То есть у нас достаточно часто будут повторяться конкурсанты. Итак, Евгений Севлов, вы готовы к сегодняшним вопросам? Да. Да. Объясню правила Севи, напомню для тебя, Женя, у нас несколько вопросов в трех категориях. Самые легкие за один балл, за которые вы, соответственно, получаете один балл, за два чуть сложнее и за три самые сложные. Количество вопросов ограничено. Победителя мы выявляем таким образом. Или выигрывает тот человек, который набирает 15 очков, или, если туго идет, если 15 очков в итоге никто не набирает, то заканчиваем со всеми вопросами и просто смотрим, у кого баллов больше. Именно вот так Евгений победил Олега в матче предыдущем. Итак, Евгений, я думаю, что ты должен начать, так как в прошлый раз начинал твой оппонент, а Сева тогда уже в следующем выпуске, если ты опять будешь участвовать, начнешь ты. Евгений, какую категорию выбираешь? Два балла. Ну, в основном участники выбирают в начале именно эту категорию. Ну что ж, хорошо. Вопрос такой. Самый дорогой трансфер в истории Левтер в Сити на выход? То есть за самую большую сумму они продали этого игрока? Морез. Нет, это неправильный ответ. Может быть, Сева знает правильный ответ. Ну, я тоже думаю, Морез. Тогда, наверное, если не логики, то, наверное, Канте может быть. Нет, это Магуайр, защитник, который перешел в Манчестер Юнайтед просто за какие-то космические деньги и перебил и Канте, тем более, и Мореза, который стоил дороже даже того же Канте. Сева, лот 0-0 на счет остается. Твой ход? Да, я тоже два балла. Два балла. Твой вопрос такой. Здесь, кстати, есть варианты ответа. Вот так тебе повезло. А может быть и нет. За кого не играл в Испании Валерий Карпин? Сельта, Валенсия, Сивилия, Риал Соседан? Валенсия. Нет, к сожалению, это тоже неправильный ответ. Правильный ответ Сивилия. Ну, очень часто люди эти две команды путают. Ну, как-то туго, ребят, идем. Надо разгоняться. Надо как-то кому-то вырываться вперед. Евгений, может быть, тебе? Давай один балл. Один балл. Хорошо. Ну, один балл, думаю, будет полегче. Кто является действующим обладателем Кубка России? Ой-ой-ой. Ну, кто выбрал в прошлом году? Ну, опять неправильно. Что ж такое, ребят? У нас происходит такое. Такие элементарные вопросы, казалось бы. Локомотив, конечно, является действующим обладателем Кубка России. Или Сева знал? Да-да-да, я хотел. Ну, уже никак мы не проверим, к сожалению. Села твой ход. Нужно вырываться вперед уже хоть кому-нибудь. Пожалуйста. Ну, давайте тоже за один возьмем. Давайте за один возьмем. Кого тренировал Леонид Слуцкий в России, кроме ЦСКА и Рубина? Это было несколько команд. Можно назвать абсолютно любой. Крылья Совет. Крылья Совет. Отлично. Один балл есть. Сева Богомола выходит вперед. Ну, вопрос, я думаю, Евгений... А сборная России считалась? На него ответ. Ну, кстати, сборная России, наверное, если судить по правилам, вопрос считалась бы. Но я все-таки хотел бы услышать именно клуб. Поэтому Сева... Красавец! Евгений, ты проигрываешь. Ты ходил первым. Сейчас нужно что-то делать. Два балла. Два балла. Вот так вот выступает футболист Динамо Ю-17. За два балла уже третий по списку вопрос. Кто является лучшим ассистентом в истории мадридского Реала? Кстати, недавно он сменился. Ой. Ну, Кросс тогда. О, боже. Нет, конечно же, это не Тони. Кросс очень туго идет. Кросс, Севолод, знаешь, ответ? Не, к сожалению. Да, какие-то вопросы... Можно, может быть, Модрич. Нет, это не Модрич, не Кросс, это Карим Бензема. Ну, конечно. Но он намного дольше играет в Реале. И недавно стал лучшим бомбардиром в истории этого клуба. Больше десяти лет уже провел в составе Сливочных. Что ты говоришь? Был кто? Был Криштиан Роналд, конечно. Ага. Севолод, твой ход? Давайте за один. За один балл. Поняли, ребята, что здесь нужно играть именно таким образом. Назовите игрока по клубам. Только я не буду называть всю его карьеру. Я назову только самой известной его команды. Но они шли подряд. Поэтому... То есть начинал он не в самых известных. Заканчивал тоже не в самых. А вот посередине были такие клубы. PSV Barcelona Inter Real Milan. За всех успел поиграть. PSV Barcelona Inter Real Milan. Снейдер. Кто? Снейдер. Ну, Снейдер из этих команд играл только за Real и за Inter. И наоборот перешел из Real в Inter. Это Роналду Зубасик. Я думаю, что Евгений знал ответ на этот вопрос. Сейчас, после того, как Всеволод ответил, я, своего позволения, немного поменяю правила. Они будут чуть интереснее. Мне кажется, может быть, так быстрее пойдет. Давайте сделаем так. Выбирает категорию игрок, который отвечает. Но если он не ответил, то право есть у другого игрока. Ответьте, он получает свои баллы. Хорошо. Евгений, твой выбор. Хорошо. Так, счет 1-0. Давай 2 балла. 2 балла мы берем. Кстати, вопросы этой категории. Сегодня их чуть больше, чем в прошлый раз. Их 9. Но, тоже, понятное дело, все ограничено у нас. Лучший молодой игрок Евро 2016 года, который после перешел в Баварию. Кимих? Нет, это не Кимих. Всеволод, может, знаешь ответ? Это Ринату Санчеш. Ринату Санчеш. Отлично. Сразу у нас интрига появилась. Веселее пошло. Отлично. 2 балла забирает Ниль. 3-0. А? Сейчас 3-0 счет. Почему 3-0? Ну, он же ответил. Я на 1 ответил. А, Бибиал 1-0. Ну, у меня все сбивается. Монтаж будет, безусловно, подписывать ваши баллы. 3-0 тогда счет. Да, конечно, тогда пока что уверен на твое преимущество. Но играем пока что слабо. И Всеволод, тебе это тоже касается. Давай, выиграй. Давайте. Да, давайте за 2. За 2 балла. Вопрос такой. Самый дорогой вратарь в истории футбола по трансферной цене? Кепа. Кепа. Еще 2 балла у Всеволода. Еще становится 5-0. Вот так вот Всеволод разыгрывается. У нас вначале шло плохо. У обоих сейчас все плохо идет, как у Евгения. Но у него... Давай. Надо взять, например, 3 балла и попытаться вернуться в игру. Давай 1 балл. 1 балл. Ну, тоже попытка. Мы ее зачитаем безусловно, если ты ответишь правильно на этот вопрос. Но если не ответишь, то ты знаешь, что счет можно ставить в любом моменте 6-0. Я отвечу. Вопрос такой. Абсолютно простой. Даже, может, тебе повезло. Кто главный тренер ПСЖ? Сейчас. Я забыл, как зовут. Такой худенький. Ну, я не помню. 15 секунд, напоминаю. 15 секунд на каждый ответ. Твое время. Ну, не помню. Я не помню. Всеволод, давай 6-е очко будем брать. Томас Тухик. Молодец. 6-0. 6-0. Что творится на Энфилде? Правда, там было 4. Севолод, твой ход. Давайте за 2. Давайте за 2. Ну, уже как-то получше идет, да? Уже как-то поувереннее. Можно даже до 15-й докатить. Да, Евгений? Давай играем. За 2 балла, да? Ты выбрал. Какой же у нас тут следующий вопрос? Немецкий защитник, который дважды был в Баварии, дважды был в Баруси. Хумельс. Хумельс. Счет становится... Ну, я знал. Ну, вот так оно бывает. Давай, 3 балла, поехали. Сколько? 3. 3 балла. 11-0 хочешь? Давай. Хорошо, вопрос из ретро. Кстати, может быть, в том, что я сейчас сказал, некоторая подсказка есть. Комментатор во время этого матча произнес легендарную фразу. Пижоны лежат, пижоны, а великие торжествуют. Что это был за матч? Это... Финал Лиги Чемпионов. Так. Сейчас скажу. Это играла Бавария. Я не знаю, как говорить год. Достаточно сказать, кто играл. Бавария играла и Челси. Бавария-Баруси. Ну, кто играл? Ну, Бавария точно. Ну, я думаю, что все-таки Евгений сказал часть этого вопроса правильно. Поэтому, Севолод, у тебя не будет возможности ответить. Но все-таки ответ неправильный. Потому что играли Бавария и Манчестер Юнайт. Мало того, Манчестер Юнайт победил. И забил два гола за две минуты до конца встречи. При этом уступая перед этим счетом. Легендарный финал 99-го года. Ну, вы еще оба тогда не родились. А я в свои два года помню прекрасно. Севолод, 8-0 счет. Можно вообще любые баллы брать. Пытаться угадывать. Давайте еще два балла. Еще два. Но также у Евгении есть шанс забрать и эти баллы. Не только во время своего хода. Два балла. И вопрос такой. Здесь, кстати, если ответишь неправильно, у Евгения в любом случае будет преимущество. Потому что здесь вопрос связан с цифрой. Сколько раз выиграл Лигу чемпионов Зубастик Роналду? Ну, пускай будет. Два раза. Евгений? Три. Ноль. Ни разу Зубастик Роналду не выигрывал Лигу чемпионов. Он был в составе Милан 2007 года рождения. Когда те выиграли Лигу чемпионов. Пришел поход сезона. Но по правилам УЕФА тогда не мог принимать участие в середине сезона в плей-офф Еврокубка. И не был заявлен. Поэтому свою медаль Лиги чемпионов не получил. А так получилось, что двукратный чемпион мира Лиги чемпионов не выиграл ни разу. Евгений? Давай три балла. Три балла. Продолжает удивлять всех и всех. Хотя, может быть, что-то ты и знаешь. Автор дубля полуфинального матча 2012 года чемпионат Европы. Это, наверное, самый яркий был момент в карьере этого игрока. В составе сборной Италии он играет. Ну, понятно, скорее всего. Потому что его сборная играла потом в финале с испанцами. С Германией. Италия-Германия. 2012 год. Полуфинал Европы. Европы. Так что, Италия-Германия? Италия-Германия. Кто у итальянца забил два мяча, благодаря чему итальянцы вышли в финал. И это, наверное, самый яркий узор в карьере этого игрока. Потому что потом было все не очень хорошо. Ну, Балателли. Балателли! Отлично! Не загуглил? Нет. Все. Я бы вышел. Это твои первые три балла. Три балла набирает Евгений Фигуров. Еще остается 8-3. Уже не так все однозначно. Все было твой ход. Давайте за три. За три. Сейчас поплывет. Про Кепу ты ответил правильно. Вопрос был про самого дорогого вратаря в истории футбола. Но здесь чуть посложнее. Самый дорогой вратарь в истории футбола, но который перешел в нулевых годах до Кепы, до Бейкера. То есть это нулевые. От 2000 до 2010. Ну или можно от начала футбола до 2010. Давай так. То есть до и больше больших денег. Буфон. Буфон, браво! Это правильный ответ! Три балла получает... Он перешел, по-моему, из Пармы. Из Пармы. Ну и это тоже, знаешь, это просто потрясающе. 11 баллов становится. Вот какие-то, казалось бы, легкие вопросы тела не отвечала. А здесь, мне кажется, достаточно тяжелый вопрос. Потому что, ну, вообще, мало кто знал, чтобы Буфон начинал не в Ювендусе. Евгений, твой вопрос. Давай 30. Три балла у нас, ну, понятное дело, ограниченное количество вопросов. И за три балла остается только два вопроса. Вопрос следующий достаточно длинный. Нужно внимательно послушать. Этот бутболист провел больше 50 матчей за сборную. Участник двух чемпионатов мира, сборной России. Участник двух чемпионатов мира, двух чемпионатов Европы. Но в чемпионате России не сыграл ни разу. Это про наше время идет или про прошлое? Ну, много кто из нынешних футболистов дважды был на чемпионате Европы, дважды был на чемпионате мира. Хорошо, счастлив. Чемпионат России не разу не сыграл. Не раз. Ну, можно какую-то аналогию с Черышевым провести, но у него за спиной только один чемпионат мира. Уж точно не два. Ну, вопрос за три балла. Нет, я не знаю. Ну, вот как раз-таки твое время. И стекло. На 11-3 ведет все волки. Может сейчас вырвать еще три балла, если знает ответное слово. Нет. Да, вопрос на самом деле тяжелый, особенно для ребят вашего возраста. Это Александр Мостовой. Александр Мостовой. Дело в том, что один из лидеров в истории сборной России, один из лучших бомбардиров этой команды, проведший много матчей в основном составе и будучи капитаном, ни разу не был в чемпионате России по той причине, что поиграв за Спартак в чемпионате СССР, рано уехал в Испанию и не успел застать российское время. В СССР играл, в России нет. Очередь всего надо отвечать. Сколько баллов берем? Давайте за два. За два балла мы берем вопрос. И вопрос следующий. Кстати, последний в категории за два балла. Вот так мы к концу подходим. В какую команду из Спартака, а нет, предпоследний, прошу прощения, в какую команду из Спартака перешел Дмитрий Сычев? Автоматио. Евгений. Нет, я знаю. По-моему, Марсель. Марсель, отлично! И впервые Евгений забирает баллы. У Селды чуть-чуть приближается. Еще становится 11-5. Отрыв еще есть, но отрыв не такой весомый. Евгений, твой ход можно еще уменьшить? Два балла. Два балла. Последний вопрос в этой категории. Назови двух футболистов. Их только двое, которые забивали пенто-трик в Лиге Чемпионов. Мисси. Мисси. И Луис Андриано. Луис Андриано – это правильный ответ. Евгений, ну, хоть плохо начал, но зато сейчас настигает своего соперника. Это достаточно частая тенденция в нашей игре. Кто-то вначале отрывается, а потом более-менее... Ну, что делать? На кругу своя. Ну, Евгений начинает вычить, как он любит давить на своего соперника. Счет становится 11-8, да? Богомолов. Сейчас... 11-8. Но до сих пор делал впереди. 11-7. 11-7. Было же 6. Нет, было 5. А, было 5? Нет, было 6. Ну, своими следи, очками. Нет, давайте посчитаем. Было же 6, нет? Нет, нет, 5, правильно. Я ответил 3-2. А, 3-2, да-да-да, 11-7. Окей. Тогда отрыв у нас все еще большой. Евгений, Всеволод, твоя очередь. Давайте за 1. Давайте за 1. Ну, вполне себе здравая мысль. Тем более... За 2 балла все. У нас закончились вопросы. За 1 балл такой вопрос. Россия, Голландия, 2008 год. Кто забил второй мяч в составе сборной России? Нет, нет, печать, нет, печать. Нет, нет, нет. Чувствую, что Евгений знает и продолжает давить. Время. Да, совсем маленький был. Ну, давайте Аршавин. Конечно, нет, это был Дмитрий Тарвинский. Это был Дмитрий Тарвинский. Аршавин забил третий, а первый, кто забил? Павел Личенко. Ну, кстати, один из футболистов Динамо 2006 правильно ответил на этот вопрос во время одной из рубрик внутри двоей команды. Вот сразу видно, кто их не смотрит. Так, сейчас 1 с 8. 1 с 8, да. Теперь уже 1 с 8 поправлю. Я первый был. И сколько осталось вопросов там? Один за три, а за один сколько? Давай просто играть. Сейчас вот этим заниматься вообще не хочется, если честно. баллов еще и за один вопрос много? Достаточно. Есть, да. Так. Хорошо. Я один вопрос. Давайте тогда пока один. Один балл. Один балл. Хорошо. Украинский игрок, который был в Динамо и при этом был в Ливерпуле. Мне кажется, все знают ответ на этот вопрос, поэтому нужно ответить. Воронин, нет? Воронин. Все, правильно. Правильно. Эх. Ну, все, понятное дело, знал. Все, вот, давно следили за московским Динамо. И, наверное, этот бы, Пал, легко бы у тебя украл. Если бы ты не вспомнил. Но ты вспомнил 11-9. А все было. Ну что? А снова один балл? Ты что, боишься? Боишься? Давай играть. Да, да, за один. Просто ты, наверное, не смотрел некоторые наши выпуски. Там иногда и в трех баллах есть свои подковырки. Но мы пока до них не добрались. Они в основном в конце программы присутствуют. Один балл, да? Один балл. И вопрос такой. Какой клуб является первым в карьере Динеяра Билильдинова? Локомотив. Локомотив. Это правильный ответ. Вопрос достаточно легкий. Ну, мог, наверное, кого-то смутить, что он слишком легкий. 12-9. 12-9. Снова плюс 3. Евгений. Давай 3 балла. 3 балла. Вот это да. Это риск. Это риск, особенно если учитывать новые правила нашей игры. Последний вопрос за 3 балла. И ой, как будет интересно, если ты сейчас ответишь, и счет сравняет. Остается только за 1 балл вопрос. Кто, кроме Всеволода Богомолова, смог забить с центра поля в Играх Академии в 2019 году? Ну, Пикарь. Пикарь. Это правильный ответ. Счет становится 11-11. Вот так вот. Я сказал во всех выпусках. Последний вопрос за 3 балла. Последний вопрос. Ты тоже мог его взять. Легко мог. Это да. Всегда про Академию. И всегда несложно, как правило. Потому что выводы. Везет сильнейшим. В сильнейшим везет. Снимаетесь. 11-11. Вот это да. Мы можем до 15 дойти. 12-12. Ну, не важно. 12-12. Да. 12-12. Деволода. Твой ход. Только за 1 балл вопрос. Это 1. Да. Поэтому выбирать не приходится. Все сложные вы уже ответили или не ответили. Вопрос такой. Назовите игрока по клубам. ЦСКА. ПСЖ. Москва. Рубин. Зенит. Симак. Симак. Да. Это Симак. И еще снова. У Евгения. А у Евгения был первый шаг, да? Вопросов сколько? Вопросов осталось два. Ага. То есть... Ну, давай. Ну, давай. Ну, пока что в Севолос более выигрышной позиции. Но шансы есть. Автор победного гола на чемпионате мира 2014 года. Гетца. Гетца. Еще становится 13-13. И самый напряженный момент в игре. Последний вопрос. Вы поровну ответили, то есть все будет честно. Да. Севолос. Если ты сейчас не отвечаешь, то есть шанс выиграть Евгения. Если отвечаешь, выигрываешь ты. Если не отвечает никто, у нас ничья. Все просто. Давай. Внимательный. Что объединяет этих футболистов? Футболистов. Их трое. Шюрли. Хеведес. Роберто Карлос. Они все чемпионы мира, которые выступали в российской премьере Лиги. Абсолютно верно. Севол Богомолов становится третьим победителем нашей викторины. Но Евгений очень достойно сражался. 8-0 был счет в пользу Севолда в начале. Евгений сумел сравнять его и на волосок отстал от итоговой победы. Но тем не менее, я считаю, все честно. Севолод забирает свою победу. Евгений, тут уже тебе повезло с вопросом про Академию. Поэтому все-таки, ну и как и в прошлый раз, у нас такой везунчик. Так что, наверное, Севолод сегодня был чуточку, но сильнее. Ну что ж, друзья, несмотря на такое затяжное дело, мне кажется, эта игра получилась очень интересной. Севолод Богомолов, Евгений Фигуров. Севолод Богомолов победил. Вел все это. Биржество Артем Фигуров. Не болейте и обязательно подписывайтесь на канал.